Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Глеб «Три дня дождя» и Диана Астер разосрались из-за ее нового трека. Глеб высмеял песню своей бывшей и назвал текст тренжатиной. В треке Диана поет про то, какой ее бывший парень плохой, и про то, что она ни разу не получала удовольствия. Глеб решил, что эти строчки про него, и выразил свое негодование в телеграм-канале. Диана грубо ответила, что текст вообще никак не относится к Глебу, и написала песню «Не она». При этом до этой ситуации ребята хорошо общались. После разрыва отношений они заявили, что не держат друг на друга никаких обид. Аню Покров захейтили за новый трек. Подписчики назвали текст песни тупым и бессмысленным. Аня поделилась сниппетом нового трека с такими строчками «Лето, солнце, жара, пускай плавится Москва». Слушатели тут же раскритиковали песню, назвали текст тупым, а вокал Ани посредственным. Кто вообще это будет слушать? Очередной тупой трек. Текст написал первоклассник, негодуют подписчики. Саша Айс попала в аварию. Саша в слезах поделилась с подписчиками, что немного не рассчитала и совершила маневр не вовремя. На самом деле никаких серьезных повреждений автомобиль не получил, а Саша не пострадала, а лишь только испугалась. Чуть раньше выехал, чуть с большей скоростью. Ну, у меня, наверное, коррекция, потому что у меня первая авария. Егор Крид пожаловался подписчикам, что очень хочет завести серьезные отношения и семью, но у него ничего не выходит. Егор поделился, что ему почти 30, но серьезных отношений с заявкой на семью он так и не нашел. Егор рассказал, что всегда мечтал стать молодым отцом, а теперь грустит, что у него есть все, кроме простого человеческого счастья. Типа тильтуешь, знаете, когда тебе к трясатке уже подходят, а ты типа пиздец одинокий тип. Я там всю жизнь хотел молодым отцом быть, вообще даже претендента нет рядом на роли его матери. И вот сидишь и думаешь, есть там успех большой, да, много людей тебя любят. Стадион собираешь на 40 тысяч, а вот такого простого типа человеческого счастья очень сильно не хватает. А это грустно, когда ловишь себя на этой мысли. И особенно грустно, когда тебе уже тридцатка подходит, подкрадывается. Аня и Щук вызвали скорую помощь из-за аномального маточного кровотечения. Аня пожаловалась, что 11 дней чувствовала себя плохо. В итоге пришлось вызвать скорую помощь. Ничего страшного не произошло, просто 11 дней я ужасно себя чувствую. В итоге выписали таблетки. Должно все прийти в норму, поделилась Аня. Дюх-дюх. Дюх-дюх-дюх. Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фотографии своей мамы. Ранее их никто не видел. У нас впереди большое светлое будущее. Готовим вечеринки, готовим коллаборации. Настя Ивлеева открыла свою сеть баров и сообщила, что теперь будет заниматься ресторанным бизнесом. Настя является совладелицей бизнеса с ресторатором Александром Пичугиным. В лапшичной, по словам Насте, будут представлены блюда из Токио, Пекина, Бангкока, Сеула и Сингапура. Она отметила, что всерьез увлечена ресторанным делом и намерена активно участвовать в работе заведения. Также журналиста Настя сообщила, что отдалилась от звездной тусовки и теперь больше времени проводит с семьей. Она отметила, что в шоу-бизнесе нет дружбы. И ей не жаль, что она перестала общаться с некоторыми звездами. И справилась, получается. У меня не было такого, что я была замечена в каких-то компаниях и не была привязана. Я всегда была обосновлена, и этим я себе крайне нравлюсь. И поэтому в моей жизни-то, по сути, ничего не поменялось. Наоборот, я стала ближе к семье и очень этому рада. Потому что я была такой периферией ни с этими, ни с теми. Это время позволило мне быть ближе к моей семье. И это было большое достижение. А что касается звездной тусовки, там дружбы, вы найдете, поэтому это истинно. И это не очень. Люся Чеботина заявила, что закончит свою музыкальную карьеру, если в России примут закон о дресс-коде для артистов. По словам певицы, авторы такого закона не осознают, что в жаркую погоду многим звездам тяжело выступать. И они просто вынуждены выбирать такой дресс-код. Исполнять песни и материалы вживую жарко и физически тяжело настолько, что можно потерять сознание, подчеркнула Люся. Фигуристок тоже, в ручный костюм, почему нет? Просто, наверное, тяжело, не зная, как жарко бывает на сцене, и как тяжело работать, танцуя и исполняя песни и материалы вживую, как это жарко и физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Если введу такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу. Саша Стоун выразил мнение, что в школах необходимо вести дополнительные уроки по безопасности в интернете. По мнению Саши, в сети сейчас слишком много мошеннических схем, поэтому детям со школы необходимо объяснять, как вести себя с мошенниками и как избежать обмана в интернете. Согласны с ним? Конечно же, при помощи органов власти сообща очищать интернет. Пора, потому что очень много грязи, очень много мошенников, очень много развода, и, к сожалению, люди на это ведутся, люди на это попадаются. И хочется, наверное, на каком-то уровне, возможно, даже в школах, с начальных классов уже вводить какие-то, возможно, лекции о безопасности в интернете. Так же, как на уровне, там, детям рассказывают, что переходить дорогу надо вот так вот тут-то, тут-то, чтобы зеленый свет загорелся. Я думаю, что какие-то азы безопасности в интернете надо тоже рассказывать об этом в школах.